Здравствуйте, я Каннет Копленд. Это очередная передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы просто прославляем и благодарим Тебя. Мы почитаем Тебя сегодня на этой передаче, всей нашей телеаудитории по всему миру. Мы благодарим Тебя за нее. Для нас это привилегия, и это такое благословение – знать Тебя, жить Тобой, и мы благодарим Тебя за это. Мы открываем свое сердце и разум для откровения с небес. Мы принимаем его во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Давайте вместе поприветствуем нашего гостя Кейта Мура. Слава Богу. Спасибо. Кейт, пусть Бог тебя благословит. Спасибо. Я все возвращался и возвращался к тому, о чем мы говорили на прошлой неделе. Я говорил с тобой об этом сегодня утром. Я лег вчера вечером с этим спать, и с этим сегодня утром и проснулся. Давайте, если вы можете, возьмите свою Библию, откройте ее. И давайте обратимся к первому посланию Иоанна, о котором мы говорили всю прошлую неделю. Первая глава. И я начал видеть связь. И должен признаться, что первое послание Иоанна является моей любимой книгой во всей Библии. Я всю ее люблю. Иногда я говорю, нет, думаю, вот, моя любимая книга, нет, но... Зависит от времени. Да, но эта книга действительно является особенной в моей жизни. В ней так много всего, что помогло мне. Но я увидел связь. Здесь, в третьей и четвертой главах, есть кое-что, между чем есть связь с тем, о чем мы говорили в первой главе. Просто удивительно, как Бог это делает. Но я никогда раньше этого не видел. То есть то, что мы делали всю прошлую неделю, принесло мне свет. Свет. И мы говорим о том, чтобы ходить во свете. Да. Подобно, как Он во свете. Поэтому свет Духа Божьего, сияя на все эти разные места Писания, начал поднимать их из моего Духа. И они промелькнули у меня в разуме. Я подумал, подождите минутку. Здесь есть связь между этим и этим. И затем Господь повел меня. И я сказал все это, чтобы сказать следующее. Господь вернул меня к тому принципу, которому я научился. Я был тогда студентом университета Орла Робертса. Я познакомился со служением брата Кеннета Хейгена. Я тогда впервые услышал, чтобы кто-то на самом деле учил не просто на тему веры, а как ее использовать. И я тогда просто вышел на духовную орбиту в этом плане. Мне хотелось слышать об этом еще и еще. В то же самое время я служил со своим духовным отцом, Орелом Робертсом. Я наблюдал за тем, как он это делает. И он использовал свою веру, как механик использует свой инструмент. Очень выборочно и очень целенаправленно. И как-то раз он сказал мне там, в комнате для больных, за которых молились. В мой самый первый день в этой комнате для больных он сказал, «Ты будешь возлагать руки, и ты будешь молиться». Кейт, я до этого никогда ни за кого так не молился. Я мог чувствовать, как вся кровь отхлынула у меня от лица. И он улыбнулся и сказал, «Не беспокойся об этом. Я буду стоять прямо рядом с тобой. Если ты совершишь ошибку, я ее исправлю. Не беспокойся об этом». Но затем он сказал, «Не дотрагивайся до них до тех пор, пока ты не будешь готов высвободить свою веру». Я даже не знал, что это означало. Что это значит? И мне пришлось узнать это в следующие 10 секунд, потому что мне пришлось сделать этот шаг веры, который я сделал. Ну вот оно. Вот. Ходить во свете, подобно как Он во свете. Ходить во свете, подобно как Он во свете. Перед вами постоянно открывается путь. Призвание в вашей жизни. Постоянный свет светит на Него. Это не огромный прожектор. Он освещает только путь у вас перед ногами. И Он продолжает открываться, продолжает открываться, Он попадет в ваше сердце и ваш разум. И Господь начнет показывать вам определенные вещи. Он скажет, «Ты думал об этом неправильно. Тебе нужно изменить то, как ты об этом думаешь. Разве ты не помнишь? В Моем Слове». И Он напомнит местописание. И использует его. И вы получите о нем такое понимание, что вы никогда даже не думали, что это местописание могло использоваться в этом месте. Свет. Это свет. Это движущийся свет. Да. Глория говорила сегодня утром за завтраком. Она сказала, «Это знание». Когда вы знаете какие-то вещи. Вы вдруг знаете, что вы должны делать то-то и то-то. Именно. Вы вдруг знаете, что вам не нужно делать то-то и то-то. Вам лучше отложить это. Вдруг вы знаете, благодаря чему это работает. «Так, мне нужно сделать определенные вещи». Мы с Глорией никогда особо не были инвесторами на рынке ценных бумаг. Совсем немного. Кто-то что-то нам предлагал. Я всегда вкладывал в Царство Божье. Единственное, во что я был заинтересован вкладывать, это в служение, в людей, в Слово Божье, по Божьему водительству. И я ожидал свой урожай этого. Я сотрудничал с Иисусом, как моим Господом и тем, кто всем руководит. У нас были кое-какие акции. И мой хороший давнишний друг, кто-то дал нашему служению кое-какие акции, и ими нужно было управлять. Потому что я не собирался этим заниматься. Это совершенно не входит в сферу моего призвания. Но я не хотел, чтобы семенем тех людей плохо управляли. Вы понимаете, да? Это не имело лично ко мне никакого отношения. И я позвонил своему другу. Я ему весьма доверял. Я знал его 50 лет. И я позвонил ему и сказал, «Я хочу, чтобы ты помог нашему служению в управлении этими акциями». Он ответил, «О, брат Копланд, с удовольствием». И Господь благословил его в этом. И он любит Бога. И со временем эти акции принесли определенную прибыль. Но это не было какой-то огромной прибылью. Но определенно, это было больше того, что было в начале. И оно так шло. Я даже не молился об этом. Я просто молился как-то утром, поклонялся Господу. И помнишь, Глория сказала, что ходить во свете, значит ходить в этом знании. Есть вещи, которые вы просто знаете. И иногда вы просто знаете, что вы знаете. Вы даже не знаете. А откуда я это знаю? Но вы учитесь доверять этому. И ходить в свете этого. И я просто молился. И Господь сказал, «Позвони брату такому-то, такому-то». И продай все эти акции. Я спросил, «Серьезно?» «Да, и сделай это сейчас». Я сказал, «Хорошо». «Господь, а как насчет лично меня с Глории?» Он сказал, «Продай все». Я позвонил ему. И он не мог понять, был ли я расстроен или... В чем вообще было дело? Я сказал, «Нет-нет-нет-нет-нет, даже не думай так. Я понятия не имею, почему Господь это делает». Он спросил, «Я не совершил никаких ошибок». Я сказал, «Тебе придется обсудить это с Господом». Я не знаю. По крайней мере, я ни о каких ошибках не знаю. Господь просто проговорил ко мне и сказал продать их. Кейт, это было за несколько месяцев до всех этих проблем на фондовой бирже и с недвижимостью. Да, да. И это было сделано настолько спокойно и мирно, но заблаговременно. Вот как надо жить. Вот как. Вы не попадете в неразбериху этого мира. Вы не соединены с этим миром. Да. Но было это знание. Я не был уверен, зачем это делать. Мне было все равно. Но как многие люди, брат Кеннет, верующие, возникает подобная ситуация, и вам не нужно ждать какого-то слышимого голоса или видения, или явления ангела. Это просто сильно поднимается внутри вас. Но люди рассудили и не сделали этого, и затем это им чего-то стоило. И они говорят, «Я знал. Я знал, что мне следовало это сделать. Я знал, что мне следовало это продать. Я знал, что мне следовало расстаться с этим». И это происходит в теле Христовом снова и снова. Люди не обращают внимания на эти вещи. И они отговаривают себя от этого. Если вы начнете обсуждать это с другими людьми, они назовут вам разные причины, почему вы не можете это сделать, почему вам не следует этого делать. Просто успокойтесь. И помолчите перед Господом, когда к вам начнет приходить что-то подобное. Есть другие люди, которые говорят, «Ну, Бог никогда мне так не говорит». Нет, Он говорит. Он говорит каждому. Каждому. Это то, что нужно узнать всему христианскому миру. Я хорошо это усвоил тогда, 11 сентября. Мы были вместе с тобой в тот день. В тот день у нас планировалась запись передачи. И? Скажу вам. Господь проговорил ко мне весьма недвусмысленно, в сильном слове от Господа. И Он сказал, «Я хочу, чтобы ты знал следующее. Я проговорил каждому человеку в тех башнях-близнецах. Некоторые услышали меня и не сделали этого. Некоторые услышали меня, вышли оттуда, но потом они послушали кого-то другого и вернулись назад. Некоторые сделали то, что Я сказал им сделать, и все они остались живы». И Он сказал, «Никогда не понимай меня неправильно в отношении этого». Он говорил со мной об этом очень прямо. Он сказал, «Я проговорил ко всем им и сказал им, что это грядет». И Он сказал, «Подавляющее большинство их не знало бы, что это был Я, даже если бы Я стоял там и смотрел на них». Помнишь, что говорил Брат Хеггин? Если бы Он стоял там, и у Него на голове была бы яркая красная шляпа, они бы не знали, кем Он был. Эта часть хождения во свете, подобно как Он во свете, должна встроиться в наше мышление. Никогда нет никакой вины Бога. Да. Никогда. Да. Он любит вас. И Он всегда делает все, чтобы сделать вас лучше. Независимо от того, выглядит оно так или нет. Или слышали вы это когда-либо или нет. Проблема всегда была в нас. И когда мы ходим во свете, подобно как Он во свете, когда вы во свете, у вас есть возможность уклониться и миновать многие вещи. Потому что вы видите их. Но самое глупое – это зайти в комнату и выключить свет, о чем ты как раз недавно говорил. Отговорить себя от того, чтобы делать то, что вы знаете, вам следовало делать. И делать то, что вы знаете, вам не следовало делать. И все эти вещи соединяются и накапливаются, когда вы в них не покаялись. Разные вещи, которые являются грехом. Но они не казались чем-то значительным. Маленькие ссоры и раздоры. Маленькие гневные окрики. Где-то на кого-то крикнули. Где-то кого-то немного покритиковали. Вы просто забываете об этом и идете дальше. Так никогда я не покаявшись в этом. И это накапливается. И начинает закупоривать духовную систему, в которой находится этот свет. И это превращает свет во тьму. Когда вы не слушаете, не обращаете внимания, не реагируете, не слушаетесь, это притупляет вас. Это притупляет вашу совесть. Библия говорит о том, что совесть людей доходит до такого состояния, когда она просто сожжена. И знаете, когда что-то было обожжено, на этом месте образуется рубцовая ткань. Толстая, жесткая и лишенная чувствительности. Да. Вы даже ее не чувствуете. Если это рубцовая ткань, вы даже ее не чувствуете. И она может образоваться не только в результате повреждения, но и в результате работы. Просто от трения. Когда вы голыми руками держите рукоятку какого-то инструмента или топора, или лопаты, она натирает кожу, и кожа в этом месте становится толстой и жесткой. И трение от того, что вы не слушаете Бога, что вы противостоите Ему, что вы не делаете то, что вы знаете в своем сердце, сделает вашу совесть толстокожей, жесткой и нечувствительной. Это притупит вас, так что вы не будете четкими и сведущими. Поэтому, когда люди говорят, «Я знал, что мне следовало», откуда вы знали, что вам следовало? Откуда вы это знали? И люди ведут себя так, как будто это признак их духовности, потому что они говорят, «Я знал, что мне следовало», указывая на то, что они духовные. Нет, если бы вы были духовными, вы бы прислушались к этому. Или, по крайней мере, вы просили Бога об этом. Да, вы бы последовали этому. Я пытаюсь вспомнить его имя. Господь мне его напомнит. Он провел тщательное исследование. Он был пастором, пастором церкви Форсквэр. Он провел тщательное исследование и расспросил людей, которые пережили аварии, катастрофы, получили телесные повреждения или кто-то из членов их семьи умер. Он расспросил их, «Было ли у вас какое-либо предостережение, предчувствие насчет этого?» Да. И он сказал, что каждый из них, кто был рожден свыше, знал заранее. Да. И некоторые из них, кто не знал Бога, осознавали, что что-то было не так. И он сказал, «В каждом случае Бог делал свою часть». И потом он был попечителем церкви Форсквэра. Ты его знаешь. В любом случае. Прости меня, Господь. Он продолжал исследование несколько лет. Своё исследование. И он сам лично мне сказал. Я пришел к выводу, что Бог делал все возможное, чтобы предупредить их. Он делал все возможное, чтобы направить их по другому маршруту. Он делал все возможное, чтобы указать им на необходимость что-то изменить. И он сказал, «Те, кто придерживался этого, уклонились от пули, а кто не придерживался, пострадали». Да. И он сказал, «Некоторые из них из-за этого умерли». Да. И люди злятся на Бога, и они перестают молиться и читать Библию. Они перестают ходить в церковь. Затем у них появляется горечь, и они говорят, «Почему Бог позволил этому произойти? Почему Бог не сделал это, или почему Бог не защитил нас? Почему Бог не спас нас?» И это неправильный вопрос. О, да. Это совершенно неправильный вопрос. О, да. Вопрос в следующем. Почему вы не прислушались? Почему вы не прислушались? Почему вы не обратили внимания? Как-то раз мне позвонила одна женщина, когда я работал в служении. Я отвечал на телефонные звонки в служении брата Хейгена, и она была очень расстроена. В тот день ее ограбили в большом городе. Кто-то подошел, ударил ее по голове, схватил ее сумочку и убежал. И она плакала и позвонила, чтобы за нее помолились и утешили. И я немного помолился с ней, и затем она сказала, «Мне хотелось бы, чтобы вы могли мне сказать, как со мной могло такое произойти?» Она была зла и расстроена. Она сказала, «Я — чадо Божье. Я каждый день цитирую 90-й Псалом. В сущности, я живу под кровом Всевышнего. Не приключится мне зло. Никакое зло. Ничто не приблизится к жилищу моему. Как это могло со мной произойти?» И когда она говорила это, я не знал, что ей сказать. И я прислушивался к своему духу, и Дух Божий побудил меня задать ей пару вопросов. Я спросил, «Хорошо, сестра, вам нужно было идти в то место, или что вообще происходило?» И она ответила, «Нет, фактически что-то сдерживало меня от того, чтобы идти туда. Но я — Святая Божья. Я цитирую 90-й Псалом. Я защищена. И я понял в тот день, что вы не можете аннулировать предупреждение Духа Святого исповеданием веры». Знаете, люди хотят исповедовать защиту и игнорируют водительство Духа Святого. Оно так не работает. Особенно, если ситуация не гарантирует этого. Если вы вынуждены оказались где-то, и Бог дает вам знать, что там опасно, Он дает вам об этом знать, что вы могли защитить себя, вы находитесь в таком положении, что вы движетесь в каком-то направлении, по какой бы то ни было причине. И вы не можете не направляться туда. Что если вы являетесь солдатом, участвующим в боевых действиях, понимаете? Да. И вы там каждый день сталкиваетесь с опасностью. Но этой женщине вообще незачем было там быть. Именно. Да. Но это как раз та же самая вещь. И важной частью является следующее — быть Вадимом Духом. О, да, безусловно. Люди, которые выполняют такого рода опасную работу, им нужно знать эти вещи. Им нужно знать, обращать внимание на то, что они получают в Духе. Да. Когда вы чувствуете что-то в своем Духе, не подавляйте это, не боритесь с этим, не отталкивайте это, будьте послушны этому. Мы возвращались к конференции. Это произошло буквально несколько недель назад. Майк Липпер был моим водителем. Он был за рулем. И мы только отъехали от служебного входа того здания, в котором проходила конференция. И когда мы отъезжали оттуда, чтобы выехать с парковки, находившейся позади этого здания, нужно было резко повернуть налево, а потом резко повернуть направо. Он повернул сюда, а потом туда. И вдруг я просто закричал. Осторожно. Я все еще находился под помазанием. Я нисколько не притупился. Я все еще был в Духе. Я пока еще не переключился на свой естественный разум. Помазание уже не было таким же сильным, каким оно было несколько минут назад, когда я стоял на сцене. Но я все еще действовал из своего Духа. Я закричал осторожно. И, конечно же, он тут же отреагировал на мое осторожно. Кейт, на расстоянии как отсюда до той стены с парковки выскочила машина. И когда она выскочила, я закричал осторожно. Во второй раз немного громче. И та машина тогда уже двигалась, и Майк увидел ее. Но когда я закричал в первый раз, машина еще не двигалась. Со мной, в моем духе, такое случалось. И когда я не был под помазанием, я все равно это слышал. Находясь под этим помазанием, моя душа и тело были настолько подключены к моему Духу, мой дух господствовал, осторожно, вышло из моих уст. А не просто поднялось ему на душу. Я даже не успел подумать. Просто осторожно. И он резко нажал на тормоза. Когда мы остановились, перед нашей машиной находился буквально в нескольких метрах от задней части той машины. Дожидаясь естественного разума, мы бы врезались в ту машину. Мы бы не смогли так быстро отреагировать, потому что та машина просто выскочила с парковки. И это принадлежит каждому христианину, брат Кэнн. Каждому христианину. У каждого чада Божьего есть право быть Вадимом таким образом. Безусловно. О, наше время подошло к концу. Мои руки доберутся до этих часов. В один прекрасный день я возложу руки на эти часы. Они продолжают идти. Мы вернемся через... Фактически, это пришло настолько неожиданно, я даже не мог вспомнить имя доктора Хикса. И я знал этого человека. Он уже ушел на небо. Но я знал его более 30 лет. И знаете, я не думал о его имени. Но мой разум вообще не участвовал в этом. Это выходило прямо из моего духа. И просто благословило меня. Благословило меня. Очень важно. Жизнь и смерть, это важно. Разве он такой не нравится? Боже мой, мне нравится. Давайте обратимся к первому посланию Иоанна. Мы провели в нем всю прошлую неделю. И, брат Кейт, почему бы тебе не продолжить двигаться? Как ведет тебя Господь на сегодняшней передаче? Хорошо. Помните, на прошлой неделе мы делали акцент на том, что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа позвольте мне вам кое о чем здесь напомнить. Когда вы видите Слово Христос, то переведите и поразмышляйте над ним немного, и посмотрите, о чем оно говорит в этом стихе, поскольку это не фамилия Иисуса и не его титул. Он ссылается на помазание, и ссылается на него как на помазанного, помазанного Духом Святым. И помазание Божье – это снимающие бремена, уничтожающие ермо, сила Божья. Это снимающая проклятие сила, если хотите сказать это так. Поэтому благословение может течь. Итак, если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса, помазанного и Его помазание, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Итак, вот в действии кровь Иисуса, но также в действии и помазание Иисуса, в этом процессе очищения. Это радостное понимание. Каждый раз, когда вы видите это слово, скажу вам вот что. О, вы начинаете смотреть на Него, и вы переводите его, вы начинаете размышлять над Ним, и этот стих, в котором оно используется, становится просто огромным. Это просто одна из этих вещей. Итак, «Ходим во свете, подобно как Он во свете». Это то местописание, которое являлось нашим основанием всю прошлую неделю. Поэтому, брат Кейт, веди нас дальше. Или если мы на какое-то время еще задержимся на этом стихе, он действительно мне нравится. «Чтобы Господь не вел тебя здесь делать». Я сейчас чувствую побуждение, брат Кеннет, вернуться к предыдущим трём стихам. Четвертый стих, фактически даже третий стих. Там говорится о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Чуть ниже он говорит о том, чтобы ходить во свете, а ходить во свете значит общаться с Ним. О, да. Это здорово. И в шестом стихе он говорит, «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». Поэтому три этих термина... Да, это в шестом стихе. Да. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, мы не поступаем по Слову Божьему. Мы делаем что-то другое. Поэтому три этих термина сходны. «Говорить, я имею общение с Ним», «Говорить, я хожу во свете», и «Говорить, я поступаю по Слову Божьему» — все эти три фразы очень сходны. Потому что если вы делаете одно, вы делаете и другое. Но они взаимосвязаны. Если вы говорите, «Я имею общение с Ним, и я хожу во свете», но вы не поступаете по Слову Божьему, это неправда. И он сказал об общении с Ним в четвертом стихе. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». И это то, о чем я чувствую сегодня побуждение говорить. «Хождение с Ним». «Общение с Ним». «Хождение во свете с Ним». «Хождение во свете сопровождается радостью». Неизменно. Если вы общаетесь с Ним, вы ходите во свете. Если вы ходите во свете, вы поступаете потому, что вы знаете и Слово Божьего. Если вы ходите с Ним, ходите во свете, поступаете по Слову Божьему, у вас есть радость. Эта радость будет явной. Эта радость будет присутствовать. И в следующем же стихе он говорит, «И вот благовестие, которое мы слышали от него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Есть два стиха, которые... Прежде чем я это скажу, тьма — это сфера, точно так же, как и свет — это сфера. Да. И радость находится в сфере света. Депрессия и уныние находятся в свете тьмы и сопровождаются смертью. О, всегда. Поэтому, если вы получаете свет, когда приходит свет, приходит радость. Если вы ходите во свете, эта радость остается, и она умножается, потому что в его свете вы видите свет. и когда вы ходите в том свете, который у вас есть, вам дается еще больше света, поэтому та радость, которая у вас есть, умножается. Об этом же он говорил и в Евангелии от Иоанна, чтобы радость ваша была совершенна или была полной. Полное общение сопровождается полным светом и полной радостью. И, конечно же, радость Господа является вашей силой, потому что это жизнь. Без радости у вас возникает проблема с силой. Потому что нет радости — нет силы. Да. Потому что свет и жизнь идут вместе. И когда есть жизнь, она оживляет вас, дает вам радость. Знаете, та жизнь, которая есть в вашем теле, она течет из вашего духа. И люди говорят, «Знаете, у нас есть сегодня современные технологии, мы можем сказать, откуда из мозга выходят эти импульсы, чтобы идти к сердцу и туда и сюда». Хорошо, но откуда они берутся, чтобы попасть туда? Это нельзя увидеть под микроскопом. Это нельзя представить в виде диаграммы. Люди говорят, «Но это просто жизнь». Да, но она в вашем духе. Это жизнь от Бога, которая есть в вашем духе. И Библия учит, что состояние вашего духа напрямую влияет на вашу плоть. По-моему, это в притчах. Где именно? По-моему, 18.14. Там говорится, что сильный дух человека поддержит его. О, да. Во время боли, в теле или в слабости. И Писание говорит в книгах пророков, что когда они услышали плохие известия, их сердце смутилось, и колени ослабели. Вы видите прямую связь между смущающимся сердцем и ослабевающими коленями. Я видел, как такое происходило. Я видел, как такое происходило, когда люди получали какие-то известия со мной. Такое было. Я получил известие как-то раз поздно вечером о том, что буквально несколько минут назад в автокатастрофе погиб очень, очень близкий мне человек. Казалось, что из меня вдруг что-то ушло. Мне просто... Мне хотелось просто упасть на пол и плакать. Я мог бы это сделать, но, знаете, когда вы подпитываетесь от Бога, когда я услышал это известие, сразу же пришло место Писания. Позже я осознал, что это было место Писания, которое говорит, не убоится худой молвы или плохих известий. Это не принесло страх. И вдруг все, что я знал, все, что я когда-либо слышал в Боге, начало фонтанировать внутри меня, и ко мне вернула сила. Но на какой-то момент мне хотелось просто поникнуть. Это все благодаря твоему духу. У тебя было искушение слабеть, смутиться внутри. Если бы ты это сделал, а твой дух дает силу твоему телу, твоему мозгу, всему, именно поэтому, когда твой дух покидает твое тело, оно становится совершенно мертвым. Ни в одной его части нет жизни. И поэтому, само собой разумеется, если когда ваш дух уходит, ваше тело умирает, значит, соответствующее состояние вашего духа будет влиять на ваше тело. Ваша жизненная сила течет из этого духовного человека, не так ли? Безусловно. Об этом говорит 4 глава притчи, где сказано «Словам моим внимай», а не «жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». В следующем же стихе говорится «Больше всего хранимого храни сердце твое». Да. Потому что из него источники жизни. В одном переводе Библии говорится «Силы жизни текут из вашего духа». Да. И именно об этом ты и говоришь. Верни нас снова в это, Кейт, поскольку эта связь является здесь крайне важной связью. Это нужно сделать, потому что мы имеем дело с тьмой и смертью. Мы имеем дело со светом и прощением. Не просто прощением, но уничтожением греха. Да. Он верен и праведен не только простить нас, но и очистить нас от всей неправедности. Возьми то, о чем ты говорил, и перенеси это обратно сюда, особенно когда дело касается радости Господа. Я знаю сам, что есть некоторое недопонимание радости. И ее путают с веселостью. И это часть ее. Но то, что вы не смеетесь постоянно, еще не означает, что в вас нет радости. Но в ней действительно нужно ходить верой. Радость — это не чувство. Это сила. Она исходит от жизни. Это сила, которая течет из жизни. Радость Господа — это наша сила. Подкрепление. И как ты говоришь, люди ассоциируют ее... Я бы назвал это чувствами. И они думают, ну, знаете, как я себя чувствую. И это один из самых худших вопросов, который вы когда-либо можете себе задать. Это признак духовной незрелости. Вы заметите, даже в естественной сфере, молодые люди, особенно подростки, прислушайтесь к тому, что они говорят. Если они не наставлены хорошо в Слове Божьем, вы услышите, как они по сто раз в день говорят, «Я чувствую это», или «Я просто чувствую то», или «Я этого не чувствую». И они не осознают, как сильно они основываются на том, как они себя чувствуют, судя о том, какой у них был сегодня день. Мне нравится, что сказал брат Смит Вигельсворд. Однажды кто-то утром поприветствовал его и спросил у него, как он себя чувствовал, на что он громко ответил, «Я не спрашиваю Смита Вигельсворда, как он себя чувствует». Я говорю ему. Я говорю ему, как ему себя чувствовать. Вы говорите ему. И у всех нас есть плоть. И если вы будете следить за тем, как вы себя чувствуете, эмоционально, физически, это заведет вас на дорогу тьмы, где вы потеряете свою радость, потеряете свой мир. Всем нам нужно дисциплинировать себя так, чтобы мы даже не задавали такого вопроса. Если что-то и возникает, вы чувствуете то, вы чувствуете это, вы целенаправленно говорите, «Я не хочу это видеть, я не хочу это слышать». Не это направляет мою жизнь, не это отдает мне предписание моей жизни. «Слово Божье — жизнь, свет, я — чадо света, я хожу во свете, я живу во свете, и мои чувства подчинены свету, подчинены радости и миру». Они должны прийти в соответствии с этим. Здорово. Когда приходит свет, приходит радость. И это возвращает нас к притче о сении Слова Божьего в землю. Слово Божье — это свет. Откровение Его Слова приносит свет. Каждый раз, когда оно входит в вас, приходит радость. Но враг будет тут, как тут. Он знает, что желудь уничтожить легче, чем дуб. И до того, как оно укоренится в вас, до того, как оно пустит корни и начнет производить зелень, колос, полное зерно в колосе, приносить урожай, он хочет уничтожить его. Он хочет погасить этот свет еще до того, как оно начнет прорастать и развиваться в вас. И поэтому он приходит, чтобы лгать, обманывать и заставлять вас фокусироваться на том, на этом так, чтобы вы не верили свету. Вы решаете, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И что это нелогично, это необоснованно, это не то или не это. В 10 главе Евангелия от Марка есть отрывок, который описывает это. Он не единственный, но прежде я хотел бы прочитать эти два стиха. Не обязательно открывать это место. Притча 15.30. Там говорится, «Светлый взгляд радует сердце. Добрая весть уточняет кости». Когда приходит этот свет, он каждый раз радует сердце. Книга Экклесиаста. «Радует». Радоваться значит приносить радость. Это снова зажигает ту радость, которая с самого начала приходит от света. Да. И это связано с обновлением. Да. Хотя наш внешний человек стареет, так или иначе изнашивается, тем не менее, внутренний человек обновляется. И поскольку радость Господа является нашей силой, это связано с тем, чтобы радоваться. Радость и обновление. И это приходит от света. Светлый взгляд, свет глаз. Когда вы видите свет истины, это всегда приносит вам радость. Экклесиаст 11.7 говорит об этом так. «Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце или естественный источник света». «Когда приходит радость...» Давайте обратимся к 10-й главе Евангелия от Марка и увидим прекрасный тому пример. Марка 10-я глава. «Как-то раз к Иисусу пришел молодой человек». 17-й стих. Евангелие от Марка 10-17. Там говорится, «Когда выходил он, то есть Иисус, в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Господь указал мне здесь на то, что этот молодой человек был в восторге. Когда вы в восторге, вы склонны быть импульсивными. И он был в таком восторге от этого, то, что он слышал об Иисусе, то, что он видел, то, что он слышал о его собраниях. И он подбежал, не подошел, подбежал к Иисусу. И когда он подбежал к Нему, он просто пал на колени и воскликнул. Да. «Учитель благий, что я могу сделать, чтобы получить эту вечную жизнь?» Итак, жизнь — это свет. У него было достаточно света, чтобы знать, что им является Иисус. Об этом сказано в первой главе Евангелия от Иоанна, что свет — это жизнь людей. Да. Да. И у него было достаточно света, так что он уже был в восторге от этого. И в своем духе он был достаточно просвещен, чтобы знать, что Иисус является тем, что он ищет. И Господь не приносит нам сразу весь свет. Он дает нам достаточно света, чтобы сделать шаг, и затем требуется вера, чтобы сделать этот шаг. Если вы сделаете это, придет больше света, придет больше света. Но Он не покажет вам сразу весь путь. Он не выложит его перед вами. Он не скажет вам, почему и куда все движется. От вас потребуется вера. И у этого молодого человека было достаточно света. Он был в восторге. Он радовался. Он подбежал. Он пал на колени и воскликнул. «Учитель благий! Скажи мне, что мне сделать! Просто скажи мне, что мне сделать!» У него был определенный свет. Он приносил ему радость. Он хотел больше света. И мы с тобой, и люди подобные нам, и твои партнеры, мы заядлые любители света. Да. Так и есть. Как только вы вкусите благость Божью и восторг от Его света, вам захочется больше. Да. Но очень часто этот свет является не таким, каким вы его себе представляли. Снова и снова он может быть совершенно не таким, как вы думали, как было и в случае с тем молодым человеком. Он думал, «Вот оно. Я нашел его. Я нашел свет. Я нашел то, что я искал. Скажи мне все остальное. Скажи мне следующий шаг. Я готов. Давай». Иисус ответил, «Замечательно. Продай все, что у тебя есть». Он посмотрел на него и полюбил его. Он сказал, «Отлично. Замечательно. Ты готов идти». Преврати все активы в деньги. Продай все. Следуй за мной. Присоединяйся ко мне. Ты будешь иметь сокровища на небесах. «Я хочу, чтобы ты был со мной». И тот потерял свою радость. Он стоял там, смотрел на Иисуса и слушал Его, и пришла печаль. И это отличный пример того, когда теряется свет. Когда вы теряете свой свет, мне не следовало говорить, что вы его теряете. Вы позволяете врагу украсть его у вас, и тогда вы теряете свою радость. Это должно указывать вам на то, что вы позволили дьяволу украсть у вас что-то. И когда Иисус сказал ему это, Библия говорит в 22 стихе, «Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью». Почему он опечалился? То, что Иисус сказал ему, было светом. Это было просвещением, чтобы сделать следующий шаг в плане Божьем для жизни этого молодого человека. И это путь, который вел в славу в вечности. Что если бы этот молодой человек сделал то, что Иисус сказал ему сделать? Какое бы семя он посеял в землю? И какое бы место он занимал в ранние дни церкви и в Царстве Божьем? Его жизнь бы не закончилась. Все эти годы он был бы на небе со всеми этими наградами. Что если бы он это сделал? Прекрасная замена Иуде. Он был богатым человеком. И он был человеком, знавшим заповеди. Он был прекрасной заменой. Но он не видел это таким образом. Нет, не видел. И он расстроился и ушел опечаленный. Эта печаль и эта грусть является свидетельством того, что вы перестали держаться света. И теперь вы во тьме. И в этой тьме есть смерть. В этой печали есть смерть. Писание говорит, печаль мирская производит смерть. И это пример того, что миллионы раз происходило в теле Христовом. Мужчина, женщина, молодой человек могут быть где-то на собрании, быть в какой-то ситуации, где они слышат, «Бог исцелит вас». Или они слышат, «Вы можете быть исполнены духом». Или они слышат, «Бог оплатит ваши счета, Он благословит вас». И сразу же приходит пожирающий, чтобы украсть это слово, и обычно через людей. Иногда, к сожалению, через церковных людей, через служителей, которые говорят, «О, нет, нет, смотрите, чтобы вас не занесло». Знаете, это не всегда является волей Божьей, это уже прошло, и это не имеется в виду в естественной материальной сфере. И очень часто у людей была эта радость, они пришли в восторг. Но когда они это слышат, эта радость постепенно уходит, и вместо нее приходит уныние. И они отказываются это иметь. И это так печально, потому что это был свет от Господа. Все, что от них требовалось, это сделать следующий шаг, и Он бы ввел их в полное спасение. Я знаю. Вы потеряете все, что вы пытаетесь сохранить, идя на компромисс со Словом Божьим. Он пошел на компромисс с тем, что сказал Иисус. Для того, чтобы сохранить свои деньги. Он не поступил на основании слов Иисуса, поскольку хотел сохранить свои деньги. Или кто знает, о чем еще он думал. О своем социальном положении, или о чем-то еще. Мы поговорим об этом еще на этой неделе. Наше время подошло к концу, мы вернемся через... И мы говорили об этом всю прошлую неделю. Слова веры питают. И когда вы говорите Слово Божье, если вы никогда этого не делаете, ваш уровень питания Словом Божьим становится низким. И церковь упускает это, не общаясь о Слове Божьем. Когда в церкви проходит какая-то встреча или торжество, они все собираются вместе и говорят о погоде и обо всем остальном. Во многих церквях у людей нет привычки говорить о Слове Божьем. Когда мы собираемся вместе, мы только об этом и говорим. Мы приглашаем Джерри и Кэррэн Савейл, и Денниса и Вики Берг, Джесси и Кэти Дюплентис, Хэппи и Джин Колдвелл. С кем бы мы из них ни общались, мы все равно только об этом и говорим. И следующее, что вы замечаете, это то, что ваше общение уже превращается в целую конференцию. Хотя вы просто сидите за столом на кухне. Как-то раз мы были на конференции, полные ванглийских бизнесменов. Это было в 70-х годах. Перед служением мы пошли на завтрак. Мы сели завтракать. Это было около 8 часов утра. Нас было шестеро за тем столом. И мы просто начали разговаривать. Мы сидели там и завтракали, планируя позавтракать и к 9 часам быть на служении. Мы просто сидели и общались. Спустя какое-то время к нам подошла официантка и спросила, вам принести обеденное меню? Ну, казалось, прошло всего минут 30. Мы сказали, что ж, да, мы пропустили утреннее служение. Мы пообедали, и это общение продолжало становиться все сильнее и сильнее и сильнее. Через какое-то время она снова пришла и спросила, не хотите ли заказать что-то на ужин? Кейт, мы просидели там с завтрака до ужина. Мы пропустили все остальное. Но это питание Словом Божьим было настолько сильным. Это было еще... То время, когда было не так много церквей, в которые можно было бы пойти, как сейчас, где бы вас напитали Словом Божьим. Когда мы оттуда ушли, говорю вам, это было как, пустите меня к ним, понимаете? Я был готов снова начать этот разговор. Я был готов. Слава Богу. Слава Богу. Мы провели в этом весь день. И несколько недель назад Господь сказал мне, я хочу, чтобы ты послужил этой группе служителей. Что ж, я поехал туда. И они были готовы. Я проповедовал целый день. Целый день. С утра до самого вечера. У нас был перерыв на обед, и мы продолжали до самого вечера. Но, о, сила питания этим Словом. Если вы пытаетесь жить без Него, вы приглашаете смерть в свою жизнь. Даже несмотря на то, что вы знаете Господа как своего Спасителя, ваша вера выдыхается. И вера действует любовью. Любовь для веры, это как воздух для шины. Если есть прокол, утечка, он выходит. И я говорю все это, чтобы сказать следующее. Ты действительно вчера мне помог. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому сейчас вернись снова к этому. Я такой же жаждущий, каким был вчера. Слава Богу. Я знаю, что люди, которые не знакомы с тем, о чем ты говоришь, они думают. Проповедь? Так много проповедей? Не знаю, смог ли бы я, смог ли бы я это вместить? Все очень просто. Вам нравится есть? Если вы голодны, вам нравится есть? Именно об этом мы и говорим. Мы не говорим о мертвых, интеллектуальных, религиозных вещах. Иисус сказал, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И настоящее живое слово веры питает ваш дух. Как ты говоришь, оно питает вас, оно назидает вас. Ничто с этим не сравнится. Ничто. Если у вас никогда не было такого опыта, попросите Господа помочь вам. Помолитесь и скажите, Господь, я хочу пережить это. И вы можете начать прямо с этой передачи. Но она идет не так долго. Я научился этому, закрываясь и слушая. В те дни это были кассеты. Я слушал кассеты с проповедями. Сегодня есть CD, есть DVD. И это возрастает, особенно когда вы находитесь в ситуации, когда есть другие жаждущие люди. Боже мой, мы просто трясли брата Хиггена, пытаясь заставить его продолжать говорить. И он улыбался. И иногда он продолжал. Иногда он просто усмехался и замолкал. Аминь. Мы разбирали первое послание Иоанна, которое описывает хождение во свете. Это первая глава. И на вчерашней передаче мы подробно поговорили о том, как радость связана со светом и жизнью, и как враг приходит, чтобы погасить этот свет, украсть вашу радость. И мы не должны позволять ему это делать. Писание говорит в 4 стихе 1 главы 1 послания Иоанна. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Если вы общаетесь с Господом, вы ходите во свете. Вы поступаете по Слову Божьему. У вас будет радость. И чем больше вы ходите во свете, тем больше света у вас будет, тем больше радости у вас будет. Господь говорил мне в связи с этим о двух вещах. О том, что мы видим, и о том, чтобы быть честными в отношении того, что мы видим. Если вы видите это, не позволяйте никому говорить вам, что вы этого не видите. Да. Не позволяйте никому гасить это или отговорить вас от этого. И та радость, которая приходит, враг всегда пытается запутать вас или все усложнить, и он повел меня в 6 главу Иоанна, если бы мы могли к ней сегодня обратиться. Евангелие от Иоанна, 6 глава. С естественной точки зрения, это было кульминацией в служении Иисуса. Много людей приходило на Его собрание. Было много восторга. Если бы люди посмотрели на это с естественной точки зрения, это было кульминацией в том, что касалось того множества людей, которое собиралось того повышенного интереса в том регионе к собраниям Иисуса. Собирались большие толпы, приходило очень много людей, но в этот день что-то произошло, что действительно повлияло на людей, на посещаемость, на все. Иисус учил на тему «Есть мою плоть и пить мою кровь». Да. После чего у большой части людей, следовавших за ними, приходивших на собрания, ушел этот восторг. Они встали и ушли. Кейт, у меня такое происходило в меньшем масштабе, но не в таком, как тогда у Иисуса. Многие люди изменились. Но Он не пытался заставить их вернуться. Именно к этому я и веду. 60 стих 6 главы Евангелия от Иоанна. Многие из учеников Его... Было много людей, которые приходили просто из любопытства, и они ушли. Но эти не были теми, кто приходил из любопытства. Это были Его ученики. Это были Его партнеры. Это были Его последователи. Не несколько из них. Многие из учеников Его слышат и говорили, «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщат, на то сказал им, «Это ли соблазняет вас?» И как ты сказал, продолжая читать дальше, мы видим, что Он не пытался объяснить это. Не пытался. Он не пытался успокоить их и утешить их и заставить их остаться. Казалось, будто Он подначивал их. Да, не так ли? Он сказал, «Вас это беспокоит?» Да. Ну, что вы об этом думаете? И в следующем стихе... Боже мой, что за человек? Он говорит, «Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде?» Они не поняли этого. Они не знали, о чем Он говорил. Они не знали, с чем Он разбирался. Он сказал, «Дух животворит». Плот не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Аллилуйя. Прочитай это еще раз, Кейт. Он сказал, «Дух животворит». И опять-таки, мы говорим о жизни, свете и радости. Вот это слово «животворит» является очень особенным словом, когда вы говорите, «Ой, я зацепил ноготь до живого». Он действительно был живой, когда вы задели его. И это говорится о жизни. Жизнь, свет, энергия. Духовная энергия. И Слово Божье – это Дух, Который животворит. Да. Слово Божье – это Дух, Который животворит. Дает жизнь. Животворит, дает жизнь. Да. Свет, радость. Плот не пользует немало. Они мыслили совершенно по-плоцки, естественным образом. Он сказал, «Кровь», и они просто видели кровь и плоть, мясо, плоть, и они не понимали, о чем он говорил. Но не в этом была самая большая проблема. Тот факт, что они не поняли этого, не было проблемой. Они думали, что был. Это был недостаток веры. Когда вы соблазняетесь или обижаетесь, вы теряете свою веру. О, да. Он учил об этом в 4 главе Марта. Когда вы обижаетесь, вы обижаетесь как раз потому, что вы отпускаете свою веру. Как мы разбирали вчера в случае с тем богатым молодым человеком, он потерял свой восторг. И можно было сказать, что он обиделся на те указания и свет, которые дал ему Иисус насчет того, чтобы все продать и следовать за ним. Он посчитал это неприятным и обидным. И он отпустил свой свет и восторг. Это то, что делает печаль. Да. Он не должен был уходить. Как бы сильно он не разозлился. Или не расстроился, или опечалился. Он не должен был уходить. Да. Но он так обиделся, что ушел. Да. И это... И такое происходит в жизни каждого человека. С каждым из нас такое будет происходить. Будут возникать подобного рода вещи, ситуации, когда мы не будем чего-то понимать. Мы не видим этого, мы не понимаем этого, у нас нет ответов. И это время для нас проявить веру. Нам не обязательно понимать, чтобы доверять. Да. И именно здесь люди упускают это и оступаются направо и налево. Они поднимают глаза к небу и говорят, «Да, но я этого просто не понимаю. вам не обязательно понимать это, чтобы доверять. Но пока я не увижу это, я не смогу с этим согласиться». Это то, что они говорили. Они говорили, «Так, подождите, подождите. Пить мою кровь, есть мою плоть. Здесь что-то не так. Иисус сказал, 64 стих, «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его». Да. Брат Кеннет, в его служении были все эти люди, которые в действительности не верили в него. Все эти люди, следовавшие за ними, приходившие на его собрания, и до тех пор, пока они могли понимать все, что он говорил и делал, все было замечательно. «О, да, да, мы являемся частью этого». Но как только возникло что-то, Дух Божий намеренно сделал это в тот день. Он намеренно дал Иисусу откровение, намеренно побудил его учить об этом, зная, что они этого не поймут, зная, что им это не понравится, что реакция их плоти и разума будет отвергнуть это. Но им не обязательно было поступать таким образом. Для них это было время, чтобы сказать, «Я этого не понимаю, но я верю в тебя, и я останусь с тобой». Да, да, да. В этом и была вся суть. У них не было света в отношении этого послания, но они достаточно видели, слышали и имели достаточно света, чтобы доверять. Кейт, остановись сейчас на минутку. Они видели, как он накормил тысячи людей. Именно. Именно. Это было совсем недавно, буквально в самом начале этой же главы. Да, та же самая глава. Это было как... Кто он? Да. Послушайте, в тот день они поужинали за его счет, и неважно, купил он ту еду или накормил их при помощи чуда, все равно была видна связь этого человека с Богом. Да. А когда он накормил их, и это все-таки было чудом, то тем более. Но они выбрали уйти. И вот это... У меня никак не выходит это из головы. Говори. Это то, что сделал тот богатый молодой человек. Он ушел. Они встали и ушли. Им не надо было уходить. Не вернулись. Дальше говорится. Знаете, они сказали, что это были странные слова. И в 65-м стихе Иисус говорит, «Никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет Ему от Отца Моего». С этого времени многие из учеников Его отошли от Него, и это отличным образом описывает это. Да. Да. Они пошли в обратном направлении. И больше. И больше не ходили с Ним. И больше не ходили с Ним. И Он есть свет. И если вы ходите с Ним, вы будете ходить во свете, а не во тьме. Но если вы отворачиваетесь от Него и возвращаетесь назад, вы покидаете свет и направляетесь во тьму. Я думаю сейчас об одном человеке. Но я могу просто сказать в общем, поскольку такое происходило не раз. он позвонил мне и сказал, «О, когда я думаю сейчас о том, где бы я мог быть с Богом и в служении, избежав всех тех проблем, через которые я прошел, из-за того, что меня отговорили от слова веры». Именно. И Он сказал тогда, много лет назад, на тот момент, когда я разговаривал с Ним, Рейшла о 30 годах. И как я сказал, что-то подобное можно сказать о многих людях. И от многих из них я не получал никаких известий. Но я знаю, что это произошло. Куда вы направитесь, если вы отходите от слова Божьего? Потому что мы не проповедовали какие-то фантазии. Мы твердо держались слов Иисуса и слов жизни из Библии, из Писания, чтобы все основывалось у нас больше, чем на одном месте Писания и изучалось очень тщательно. И потом оставить это и вернуться к религиозной традиции. Кейт, когда ты разворачиваешься на 180 градусов, ты входишь в темную пещеру. Это опасная вещь, не так ли? И смерть. Опасная вещь. Да, да. И наиболее серьезное здесь то, что вы говорите. Позволив себе быть обиженными и отделившись, они говорили, «Мы не верим в тебя». Да. «Мы не верим в твою репутацию, в твою честность. Ты уже не тот. Ты запутался. Ты не прав». Вопрос был не просто в доктрине. Они теряли свою веру в личность Иисуса. Именно поэтому он не побежал за ними и не попытался все им объяснить. Потому что, как ты сказал, они видели эти чудеса, как он накормил тысячи. Они видели, как больные исцелялись. Они видели все эти вещи и они слышали, как удивительный свет приходил через Господа. И тут они чего-то одного не поняли и сразу же умыли руки и ушли. Разозлились из-за этого, развернулись и ушли. То есть, они посчитали связь с ним недостойной. Скажи это еще раз. Они посчитали, что ему нельзя доверять и что он уже съехал в доктринальном плане. Но это неправда. Знаете, это как люди говорят, я попробовал это, говоря о Слове Божьем. Я попробовал это, и оно не сработало. Нет, нет. В Псалмах говорится, что доколе исполнилось Слово, и его Слово Господь не испытала Иосифа. А люди все перекрутили. Поэтому, когда они говорят, я испытал, попробовал это, оно не работало. Нет, оно испытало вас, и вы сдались, вы дали сбой. Поэтому, когда они сказали, что они посчитали его съехавшими доктринально неправым, нет, произошло то, что они посчитали себя недостойными вечной жизни, недостойными связи с ним в Царстве Божьем. И потом, когда они осознали, чего они лишились, они не могли винить его в этом. Не могли. Они сами посчитали себя недостойными этого. И им не нужно было уходить. Им не нужно было уходить. Как бы сильно тот богатый молодой человек не разозлился, он мог бы сказать, Иисус, послушай меня, это самое худшее, что я когда-либо слышал в своей жизни. Я не могу вынести саму мысль об этом, это действительно ранит меня. Я делал все возможное, чтобы соблюдать эти заповеди. Но я говорю тебе прямо сейчас, я никуда от тебя не уйду. Тебе придется помочь мне в этом, поскольку, я знаю так или иначе, у тебя есть ответ в отношении вечной жизни. И Иисус бы работал с ним. Он бы был с ним. Но тут молодой человек этого не сделал. Встал и ушел. И так познаем, будем стремиться познать Господа. Да. И как в случае с теми людьми, в случае с богатым молодым человеком, почему он это говорит? Почему он мне это говорит? Почему бы вам не продолжить ходить с ними, не узнать? Просто оставайтесь с ним. Пройдет достаточно времени и придет больше света. Но если вы говорите, я не могу согласиться с тем, чего я не понимаю, вы этим самым просто говорите. Я отказываюсь ходить верой. Я отказываюсь доверять Ему. В этом вся суть. Вот что это такое. Я должен увидеть это, я должен понять это, иначе я не буду этого делать. А я не понимаю это, поэтому я не буду достаточно тебе доверять. Так сделал Фома. Ученики пришли и сказали, мы видели Господа. А он ответил, нет. Я не буду этому верить. Если я не смогу увидеть эти раны от гвоздей и раны в его боку. Я не... В это была вовлечена его воля. Да. Он сказал, я не поверю в это. Да. Кейт. Он ходил с этими людьми три года. Он знал этих людей. Он знал, что они не были кучкой лжецов. Да. Но Фома принял решение. Я этого не понимаю. Знаете, если я этого не вижу, я не буду этому верить. И Иисус сказал, Фома, перестань быть доверующим. Итак, мы снова вернулись к этому состоянию отсутствия веры. Да. Боже мой. Брат Кеннет, люди говорят, ну, я просто не могу в это поверить. Я просто не могу в это поверить. Это ложь. Такого не может быть, чтобы человек не мог во что-то поверить. По самой природе того, чем является вера. Это правда. Что человек сделал, если он скажет более точно, ему следует сказать, «Я выбрал не верить этому». Это выбор. И когда вы избираете не верить чему-то, что кто-то говорит, вы выбираете не верить в его честность как личности. Вот почему это является серьезным оскорблением говорить Богу, говорить Господу, который ни разу не солгал, не может солгать и не может подвести. Ну, если я этого не понимаю, я не буду в это верить. Поступая так, вы лишаете себя права на это. Вы считаете себя недостойными. Вы для себя что-нибудь сегодня вынесли? Да. О, я да, слава Богу. Мы вернемся. Когда ты приехал сюда, и когда мы должны были записывать передачи этой недели, я чувствовал себя уставшим. мне нужно было напитаться. Я не был изнурен или вымотан. Просто иногда вы приходите в такое состояние, когда вы знаете, что у вас спустило одно колесо. И меня нужно было подкачать. Мне нужно было напитать мой дух. И, боже мой, конечно, всю прошлую неделю меня это накачивало, накачивало и накачивало. И вчера, о, я думаю, я был уже под потолком. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Аминь. Брат Кейт, давай снова вернемся к этому. С чего ты хочешь, чтобы мы сегодня начали? С 1 Иоанна, с нашего Местоописания, к которому мы обращались все эти две недели. Мы говорим о хождении во свете. И я хотел бы снова прочитать 5 стих 1 главы 1 послания Иоанна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, с тем, кто является светом, а ходим во тьме, такого не может быть. Если вы ходите со светом, вы не можете быть во тьме. Вы будете во свете. Поэтому, если вы во тьме, значит, вы не ходите с Ним, не общаетесь с Ним, иначе вы были бы во свете. Он сказал, если мы говорим, что имеем общение с Ним и ходим во тьме, то мы лжем. И он не сказал, что мы просто ошибаемся. Он сказал, что мы лжем. А это указывает на то, что мы что-то знаем. Это фальш. Мы знаем, что мы не ходим во свете. Мы лжем и не поступаем по истине. Одна из величайших проблем состоит в том, что мы не ходим в том свете, который у нас есть, как у верующих. Когда мы родились свыше, мы стали новым творением во Христе. Древнее прошло. Все стало новым. Писание говорит, что мы рождены от света. Именно. Мы дети света. Рожденные от Отца Святого. Мы дети света. И поэтому мы знаем, что мы дети Отца. Мы знаем, что мы рождены свыше. Мы знаем, что у Него для нас есть путь и свет. И когда к нам, как к младенцам, приходит истина, она является для нас ясной и понятной. Вы видите это. Вы знаете это. И обычно, через какое-то время, после того, как вы рождаетесь свыше, этот свет что-то высвечивает. Тебе нужно изменить это. Тебе нужно перестать делать это. Тебе нужно делать то. Все мы, когда только начали ходить с Господом, делали какие-то вещи, не осознавая, что это что-то неправильное. Но это был весь тот свет, который у нас был. И потом, оглядываясь назад, мы думали, «О, почему я не видел, что это было неправильно?» У нас пока еще не было этого света. Но когда приходит свет, «Да, тебе нужно отложить это в сторону. Тебе нужно начать делать это». Если вы не ходите в этом свете, если вы знаете, что вам нужно что-то делать, но вы откладываете это, вы знаете, что вам нужно внести какие-то изменения прямо сейчас, но вы думаете, «Ну, я подумаю об этом». Или я помолюсь об этом. Или если ваша плоть не хочет, чтобы это было правдой, вы можете играть в игры в своем разуме. «Ну, а действительно ли это был Господь?» Мы на самом деле просто не знаем. И если вы так делаете, вместо того, чтобы ходить во свете, приходит тьма. Смущение, путаница — это тьма. Неведение — это тьма. Поэтому, если вы ходите в смущении и в неведении, но вы говорите, «Нет, я хожу с Господом, я хожу во всем том свете, который у меня есть», вы лжете. Кейт, я заметил за эти годы, а мы в служении уже более 45 лет, я заметил, и 1 Иоанна подтверждает это, что все, все в теле Христовом, все, кто когда-либо сделал Иисуса Господом в своей жизни, даже если вы были в церкви всего 5 секунд в своей жизни, все знают, что вы должны любить друг друга. Да. И все знают, что прощение от Бога. Да. И что отказываться поступать на основании этого и прощать, да, но я не могу этого сделать. Вот что я вам скажу, я могу простить, но я никогда не забуду. И когда вы это сказали, вы знали, что не нужно так делать. И это по-прежнему кажется таким чуждым и далеким, но все равно вы знаете, что не нужно испытывать недовольство. Вы знаете, что не нужно сердиться и гневаться, что это еще больше будет угошать свет. Угошать свет. Брат Хейген, всегда говорил, каждый шаг за пределы любви это шаг во тьму. Да. Разве не об этом же ты говоришь? Да. Каждый шаг за пределы любви это шаг за пределы И я еще вам кое-что скажу. Это шаг во тьму. Каждый шаг за пределы любви это шаг в страх. Потому что совершенная любовь изгоняет страх. И вот мы снова к этому вернулись. Если мы ходим во свете, подобно как он во свете, имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. И затем вы приходите к тому, что совершенная это, четвертая глава, совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся неразвит или не достиг совершенства в любви. Такие действия непрощения, непослушания сразу же ставят вас в положение страха. А страх это не просто чего-то бояться. Страх работает, когда вы совершенно не чувствуете испуга. Основная работа страха не в том, чтобы пугать вас, а в том, чтобы мучить вас и заставить сомневаться в Слове Божьем. Вот что он делает прежде, чем делать что-либо еще. И именно поэтому Иисус так часто говорил, «Не бойся, только веруй, и она будет сделана целостной». Не бойся. Он разбирается со смертью. Он много чего бы мог сказать, но он первым делом разбирался со страхом. Поэтому непрощение просто смертельно опасно. Я заметил одно из проявлений страха, которое многие христиане не распознают как страх. Страх бывает разной степени. И есть спектр страха. Да. Есть парализующий страх. И это высшая степень мучения. боязнь. Но по другую сторону этой шкалы есть боязнь. Боязнь. Опасение. И это страх, но просто это не такой полномасштабный страх, как парализующий страх. Просто ноющая боязнь. Я боюсь это делать. Я боюсь то делать. я не жду этого, я боюсь. Что это? Это маленькая мера страха. Почему вы боитесь это делать? Если вам не следует это делать, не делайте это. Да. А не просто бойтесь этого. Просто не делайте это. Но если это что-то, что вам следует делать, вам следует делать это верить. Глория сказала, если это что-то, что, как вы знаете, вам следует делать, но вы не хотите это делать и боитесь этого, тогда вам придется сделать это дважды. Сначала вы переживаете тот же самый эффект этого, боясь этого, а потом вам придется пойти и сделать это. Если вы не делаете это в вере, вы делаете это в страхе, это будет мучением, когда вы будете это делать. Многие христиане боятся завтрашнего дня. и это страх на месте веры, поскольку почему вы боитесь завтрашнего дня? Потому что вы ожидаете, что он будет таким же плохим или еще хуже, чем предыдущий день, сегодня или завтра. То есть вы верите, что завтра будут проблемы. Если бы вы не ожидали их, вы бы не боялись этого. Но как бы оно ни было, и как бы долго оно ни было таким образом, вера будет ожидать, что все станет лучше, что оно изменится. Если вы действительно ожидаете, что все станет лучше, тогда нет причин бояться. Да, это правда. И мучение, которое несет с собой этот страх. Люди откладывают и откладывают это, и они пытаются делать все остальное, только не это. А почему? Потому что они ожидают, что это будет так же тяжелой, такой же большой проблемой, как было в прошлый раз, или в прошлое сто или тысячу раз. Но это открывает дверь для того, чтобы враг сделал это таким образом, потому что вы верите, что будут проблемы, что будут препятствия. Верите в это. И если вы пережили кучу проблем, легко ожидать того же или чего-то еще хуже. Но если в вас загорается свет Слова Божьего, вы скажете, нет, не важно, что оно было так последние 50 лет. Нет, я отказываюсь жить так всю свою жизнь. И вы начинаете прилагать к этому свои слова. Библия говорит, что вы провозгласите что-то и будет вам так. Фактически Господь дал нам слово на нашей конференции несколько недель назад. Некоторые люди столкнулись с определенными трудностями в экономическом финансовом плане. И некоторые в финансовом плане находятся не на том уровне, на котором они находились год или два или три или пять лет назад. И Господь дал нам слово. Оно просто взорвалось в нас. Мы с тех пор восклицаем по поводу его. В будущем, когда люди будут спрашивать у вас, ну как вы, потому что они знали, что вы проходили через определенные трудности, вы ответите. Я не просто вернулся на тот уровень, на котором был, все еще лучше, чем когда-либо было. Слава Богу. Лучше, чем когда-либо было во всех отношениях. И Писание говорит не оглядываться назад и не говорить, отчего это прежние дни были лучше нынешних? Потому что вы говорите это не от мудрости. И когда вы задаете такой вопрос, оглядываясь назад, вы во тьме, потому что свет впереди. И вы говорите «Ну я просто не вижу как оно может быть так же хорошо». Здесь то и подключается вера. Вам не обязательно видеть, вам не обязательно понимать. Все, что вы должны делать, это верить, что Бог достаточно велик, Он настолько велик и настолько благ, что Его будущее для вас еще лучше, чем когда-либо было. Вера превратит это в надежду. Да, в ожидание. И кто-то спросит, «И я ожидаю, что так оно и будет». И я вложил в это свою веру. И я говорю, это библейская надежда. Я ожидаю, что это произойдет. Потому что Он так сказал. И это то, что делает надежда. Надежда поднимет вас. И она становится наполненной верой. И вера становится наполненной надеждой. И вместо того, чтобы бояться чего-то, вы движетесь дальше. Потому что мой папа много ездил. Его часто не было дома. И когда он возвращался домой, ему нравилось ловить рыбу. Он также был хорошим охотником, но он любил ловить рыбу. И он говорил, «Сынок, приготовь все свои вещи, потому что мы встанем рано утром и отправимся на рыбалку». Я не мог заснуть. Я лежал там. О, боже мой. Я просыпался на час раньше. Было 4.30 утра. Я одевался и сидел на краю кровати, ожидая, когда он придет. Все мои снасти были готовы. Я был готов идти. Но тот же самый человек. Мой папа мог прийти ко мне и сказать, «Мы завтра утром рано встаем, потому что нужно сделать какую-то работу по хозяйству во дворе. Я хочу, чтобы ты мне помог». О, меня было ковырялся два с половиной три часа. И он говорил, «Да что с тобой такое, парень?» Я отвечал, «Мне это не нравится». Аминь, тот же самый человек. Та же самая погода. Те же самые условия. Одно мне нравилось сделать, а другое нет. мне до сих пор не нравится работать во дворе. Я до сих пор не планирую это делать. Но если вы ставите перед собой цель выполнить то, что вы должны сделать, что вы приняли решение делать, ваш завет с кем-то, вы дали слово, и вы будете это делать. И вы просто ставите перед собой цель. Я буду это делать. Слава Богу, и вы вылезаете из кровати, ставите ноги на пол, перестаете ковыряться, и начинает что-то происходить, начинает что-то меняться. Что-то начинает меняться. Много лет назад ко мне пришло откровение. Я знаю, для некоторых людей это звучит странно, но оно такое, Господь умнее меня. Господь и Глория, они оба умнее меня. И я имею в виду то, что до меня дошло. Он сотворил меня. Он сотворил меня. Он знает мои внутренности, он знает мои благодати, он знает, что я могу и чего я не могу делать наилучшим образом. И если он говорит, сегодня, Кейт, тебе нужно поработать во дворе, и если я доверяю ему, я верю, что двор это самое лучшее место, где я могу сегодня быть, и на мне сегодня есть благодать делать работу во дворе. Он единственный. Он единственный, кто мог. Но я сделаю это для Иисуса. Именно. Я сам не очень-то люблю работать по хозяйству во дворе, но ты знаешь, о чем я говорю? что ты говоришь. Если он говорит, сегодня, Кейт, ты должен поработать во дворе, но если я пойду ловить рыбу, когда я должен был работать во дворе, это может быть ужасный день. Даже несмотря на то, что я ловлю рыбу, потому что я не в воле Божьей, я не в благодати Божьей. И поэтому, когда вы просто имеете веру в Него, если Он говорит, иди туда, делай это, делай то, если вы знаете, что Он в этом, если Он ведет вас делать это, если там свет, то это будет самый лучший день. Ты слышал, как я об этом рассказывал? Как-то раз я косил траву в дворе, и я делал это так быстро, как только мог, чтобы побыстрее с этим закончить. Двор того первого маленького дома, который у нас в Глории был, был не таким уж большим. И я скосил уже где-то две трети. И ко мне пришло слово от Господа. Он сказал, когда ты закончишь, я хочу, чтобы ты покосил траву в дворе дома по соседству. Я посмотрел туда, такой большой, и я знал, кем были те люди, но я не был с ними знаком. Наши дети знали их детей. Я спросил, Господь, серьезно? Он сказал, я хочу, чтобы ты покосил траву в том дворе. Что ж, я пошел туда, и, конечно, у меня в разуме крутились эти мысли. Ну, они выглянут в окно, и тут я кашу траву у них во дворе, что они подумают. Все эти возражения, которые крутятся у вас в голове, когда Бог говорит вам, сделай что-то подобное. Если вы прислушаетесь, и я сказал, хорошо, я сделаю это. И я даже не выключил газонокосилку. Я сразу же направился в их двор. Как только я оказался у них во дворе, я начал петь. И я косил ту траву и думал, я сею здесь семя. Слава Богу. И когда я скосил почти половину, Господь сказал, я хочу, чтобы ты востребовал для меня эту семью. И я сделал это. Докосил все до конца. Вернулся домой, убрал на место газонокосилку. Прошло несколько недель, не помню сколько точно времени, но я уже успел съездить куда-то и провести там серию собраний, и я вернулся домой. Пробыл дома, наверное, дня два. Кто-то постучал дверь. Я открыл, и это была соседка из того дома. И Кит, как только я открыл дверь. Она начала проповедовать мне так громко и так долго, как только могла. Я с трудом мог вставить слово. Наконец, я сказал ей, аминь, сестра, слава Богу, да, аминь. Она, похоже, не сильно это услышала. Она слегка кивнула и просто продолжала проповедовать. Когда она, наконец, немного сбавила темп, оказалось, что в их небольшую пресвятерианскую церковь, в которой ходила их семья, приехали миссионеры, и практически вся церковь родилась свыше. И она была в таком восторге. Она ходила от дома к дому и всем проповедовала. Она была так воодушевлена. Она намеревалась привести ко спасению всех детей в районе. Спасибо тебе, И я начал думать, о, Боже мой, что если бы я не послушался тогда Бога? Он бы все равно это сделал, но у меня бы не было этой радости от того, что я был частью этого. Кейт, я не знаю, во что это вылилось и что было с этим связано, но это вылилось во много чего в духовной сетке времени за последние 40 лет. о чем я даже и не знаю. Но таков Бог и так Он действует. Так важно быть послушными Господу. Было ли это хождением во свете? Безусловно. Подобно как Он во свете. У тебя был свет насчет того, что нужно покосить у них траву. И для многих людей это не является чем-то очень духовным. Или они начинают думать, зачем, что это изменит, как это помогает Царству Божьему. Если вы не будете послушны, Господь видит всю картину. У Него есть полный общий план. Я думал о партнерах Павла Филиппах. Он говорил о своем партнерстве с ними, и он сказал, «Только вы присылали мне и раз и два». Под ним было столько церквей, а эти люди были единственными. И когда он верил Богу и стоял в определенной ситуации, они были единственными. Что если бы они не были послушны Богу? Я уверен, что когда Господь говорил им, «Пошлите ему это, сделайте для него это», они думали, «Ну у него столько церквей, у него столько значимым является то, что мы просто делаем, то, что нам сказано, что мы послушны ему». Мама Иисуса сказала величайшие слова, «Что бы он не сказал вам, просто делайте это», и к простым действиям послушания присоединены чудеса. Возможно, завтра мы сможем поговорить о том, что произошло в первой главе Евангелия от Марка с тем прокаженным, который пришел к Иисусу и сказал, «Я знаю, что ты можешь, если хочешь». Иисус сказал, «Хочу». Но затем Иисус строго наказал ему, дал поручение и сказал, «Ни с кем не разговаривай». После того, как он исцелился, «Иди прямо, иди прямо в храм и покажись священнику во свидетельство им». Да. Да. А он пошел и начал всем об этом рассказывать. И буквально перед этим Писание говорит, что Иисус и проповедовать, «Ибо это то, что я призван делать». Но чуть ниже, в этой же главе, после того, как этот человек всем об этом рассказал, не обращая внимания на то, что сказал им Иисус, говорится, что дошло до того, что Иисус больше уже не мог войти в те города. Ему пришлось находиться в местах пустынных. Он этим помешал Иисусу, потому что он не прислушался, он не послушался. Писание дальше ничего о нем не говорит, но это заставляет меня задуматься. Интересно, что случилось с его исцелением, что было с ним после этого? Навряд ли все хорошо, если только он не покаялся и не вернулся. Он решил, что то, что Иисус сказал ему сделать, не было важным. Или просто вообще этого не услышал. Или думал, что он лучше знает, что нужно делать. Наше время подошло к концу. Это были две мощные недели. Господь помог нам. Да, всего раскрылось. Были многие вещи, которые возгрели меня, но потом выпали из моего мышления, и ты просто взял и вернул их на место. И пришли ответы на какие-то ситуации и кое-что другое, что приходит в результате того, что вы сосредотачиваетесь на и это начинает проливать свет на что-то, о чем вы уже забыли, или возможно даже не осознавали, что оно там было. И вы думаете, о, это часть этого, и так далее, и тому подобное. Я хочу поблагодарить тебя за это прежде, чем мы пойдем дальше. Потому что это действительно послужило мне. Аминь. Давайте вернемся к этому и поговорим сегодня об этом. Все эти две недели мы были в первой главе первого послания Иоанна. И мы можем еще раз прочитать это пятый стих. И вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Слава Богу! Я чувствую сильное побуждение в своем сердце поговорить сегодня на передаче о двух вещах. Что мешает ходить в том свете, который у нас есть, а также славной возможности ходить во свете 24 часа в сутки, как ходил Иисус, когда был на земле. Кит, большинство людей понятия не имеет, что это возможно. Это доступно нам, брат Кеннет, и эта жизнь настолько в корне отличается от той жизни, которой живет большинство людей, что это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Религиозная корректность скажет тебе, как только ты это скажешь, что это какая-то богохульная идея думать, что ты можешь быть таким, как Иисус. Да, Он ходил в этом, а ты просто грязный старый грешник. Нет, Иисус для того и пришел, чтобы не только дать свет, но и духовную способность через рождение свыше и через крещение Духом Святым ходить в этом свете. Способность ходить в нем. Безусловно. Писание говорит, прямо в этом же послании. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Поступаем в мире сём, как Он. Там же, в 4 главе. Да, свет, свет. Вопрос в том, почему так многие верующие живут намного ниже этого уровня и как мы можем его достичь. И я вспомнил 3 главу 2 Тимофею. Давайте её откроем. 3 глава 2 послания к Тимофею описывает то состояние, в котором сегодня находят себя многие верующие. 2 глава 2 послания к Тимофею. Где-то 5 стих. Он говорит о людях, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшихся, таковых удаляйся. Ксим, такие люди верят в какую-то форму религии, но не говорят о реальности силы вашей жизни или реальности хождения во свете, как это делал Иисус. Ксим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями. И вот эта фраза, 7 стих, «всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Всегда учащихся и не могущих дойти до познания истины. Есть люди в теле Христовом, которые всегда учатся, но они по-прежнему сражаются с теми же моментами и проблемами, которые наносили им поражение 10 лет назад, 15 лет назад, 20 лет назад. и они посвящают конференцию за конференцией, прослушивают одну серию проповедей за другой и постоянно учатся, но не могут войти в живое знание и работу этой истины. И в следующем же стихе говорится, «Как Иоанне и Амври противились Моисею, так и сии противятся истине». Если вы противитесь истине, вы не ходите во свете, это будет чем-то противоположным хождению во свете. Люди, развращенные умом, невежды и так далее, но это должно иметь прямое отношение к заповеди данной церкви, которая не является советом. это заповедь, повеление. Верьте во имя Сына Его Иисуса и любите друг друга. Вот что я вам скажу, брат Кейт. Вы не знаете, что те люди мне сделали. Именно. Вы этим самым сейчас противитесь истине, не так ли? Следующим делом вы будете противиться тому человеку, который проповедовал о том, что вы должны их простить. и Иаков говорит, если вы являетесь слушателем слова, но не исполнителем, тогда вы обманываете самих себя. Сами себя обманываете. Поэтому это состояние описывает всегда учащихся, но не могущих достигнуть познания. Человек ищет ответ, проходит 10 лет, 15 лет, 20 лет, он по-прежнему ищет ответ, учащь, 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 но почему я не могу его получить? Почему я не могу его получить? И это положение самообмана. Это результат противления истине, нехождения в том свете, который был получен 10, 15, 20 лет назад. И вы видите картину этого в Евангелии от Луки. Давайте откроем его. Ты когда-нибудь разговаривал с людьми, я знаю, что разговаривал, они сидят и говорят тебе, о чем бы они хотели, чтобы ты помолился. И ты слышишь это, и у тебя складывается впечатление, что это что-то, что произошло где-то в последние дни. И ты слышишь это, и ты готов помолиться, а потом выясняется, что это произошло 25 лет назад. Но когда ты слышишь, как они об этом рассказывают, такое впечатление, что это произошло день или два назад, поскольку в их разуме, это в настоящем времени. Состояние их сердца находится в настоящем времени. Да. Они не сделали того, что, как они знали, им следовало сделать. Они по-прежнему находятся в этом состоянии обиды. Кажется, что не прошло никакого времени. Они все там же. Да, я вижу это, Кейт. Но что происходит? Делая это достаточно долго, вы становитесь обманутыми. И обманутыми означает, что вы верите, что оно именно так, но вы верите лжи. Вы верите во что-то, и это помещает вас во тьму. И вот почему люди постоянно пытаются получить этот ответ, пытаются получить его, но не могут к нему прийти. Вы видите картину этого в 6 главе Луки. В 6 главе Евангелия от Луки Иисус говорит о том, чтобы мы не судили. И Он приводит пример человека, в Луки 6 36 где-то там Он говорит, «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». И это имеет отношение к тому, о чем ты говоришь, прощать и отпускать. 37 стих «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете». По-другому это можно сказать так «Ходите во свете и вы будете оставаться во свете». Вы знаете, что вы должны прощать. Прощайте и вы будете ходить в прощении. Ходите во свете и вы будете оставаться во свете. И дальше в 41 стихе Он говорит, «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? или «Как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе?» лицемер. И лицемер означает, что вы нарушаете свет. Здесь есть нечестность. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. И Господь повел меня в этот отрывок, когда я учил на эту тему, и Он навел меня на мысль, «Как можно не заметить бревно, в своем глазе?» Я никогда раньше об этом не думал. Слово «бревно» имеет дело с большим куском дерева. С чем-то очень большим, как доска или еще что-то. Что-то, служащее опорой, да? именно, большой кусок дерева. Бревно служит для чего-то опорой. Как можно не заметить, что у тебя бревно на полголовы? И вот этот человек смотрит на другого человека, у которого на лице щепка, и он дает ему указания и судит его, как того, у кого на лице щепка, а у него самого это бревно. Он пришел к тому, что ведет себя так, как будто никакого бревна там нет. Даже не видит его, не так. Но он обманут. Потому что, когда у вас на лице появляется бревно, вы не можете этого не знать. Верно. Вы не можете не знать, что у вас бревно на все лицо. Но вот в чем дело. Если оно так и будет продолжать, и продолжать, и продолжать оставаться там, вы можете привыкнуть к чему угодно. Вы приспособитесь. И со временем вы будете так долго его видеть, оно будет там уже так долго, что оно станет частью вашего обычного мира и сознания. Так что вы уже перестанете его видеть. И будучи обманутыми, начнете думать, что это нормально. Пойдете к врачу и попытайтесь заставить его просверлить в нем дырку, чтобы вы могли видеть. И это происходило снова и снова. Хорошо, как мне освободиться от этого, брат Кейт? Признать истину. Если вы будете усиленно искать Господа в отношении этого, не пытайтесь говорить ему, «Я общаюсь с Господом, между нами все замечательно, однако вы во тьме, вы смущены, пребываете в неведении и все остальное». Нет, вы лжете. Был какой-то свет, который вы нарушили. И что вам нужно сделать, мне, вам, кому угодно, это уткнуться носом в пол и сказать, «Бог, все то, что ты показал мне, и что я проигнорировал, что я не сделал, я знал, что должен был это сделать, но отложил это в сторону, помилуй меня. Покажи мне это еще раз, напомни мне еще раз». И люди молятся, «Господь, что если бы я только смог это увидеть? Помоги мне, Господь». Но понимаете, если оно здесь уже 20 лет, если это здесь 20 лет, вы привыкли к этому, и вы научились уговаривать изменять свою точку зрения. Это кажется нормальной частью жизни, но если по благодати Божьей в один прекрасный день вы скажете, «О, это, оно здесь уже 15 лет, именно». Именно поэтому вы все это время учились, продолжали пытаться найти этот ответ, пытаться найти его, пытаться получить его, и никогда не могли к нему прийти. Ты сказал важную вещь, о которой нужно поговорить. Господь, помилуй меня. Да. Расскажи об этом, Кейт. Это такая значимая часть этого. Осуждение это не изменит. Нет, Господь не хочет, чтобы вы были в осуждении. В нем просто смерть и разрушение. Милость. Потому что вы не заслуживаете этого. Он показал это вам, и вы ясно это увидели. Как мы уже говорили, невозможно иметь бревно у себя на лице и не знать об этом. Было время в вашей жизни, когда вы, возможно, на протяжении дней, недель, возможно, месяцев четко знали, что вот оно. Но вы продолжали откладывать это в сторону, продолжали откладывать это. Так что, если вы не являетесь исполнителем Слова Божьего, если вы не ходите в свете того, что вы знаете и имеете, вы обманываете самих себя. Господь дал этот свет другим людям, и они ходили в нем. Он дал его и вам, а вы отнеслись к нему так, как будто он не имел никакого значения, был малозначительным. Поэтому вам нужно просить о милости. Господь, мне следовало ходить в этом, помилуй меня, покажи мне это снова. Он щедр на милости. Вам не нужно вымаливать ее у него. Он щедр на ее. Он хочет, чтобы вы увидели это, и он покажет вам это еще раз. Но вы должны желать этого, вы должны быть настроены серьезно, потому что когда он показывает вам это, вам не стоит снова пренебрегать этим, поскольку у вас нет 20 или 30 лет, чтобы тратить их впустую, поступая таким образом. И поэтому малейшее нежелание будет стеной между ними вами. Есть некоторые вещи, о которых он даже не будет с вами говорить, потому что он знает, что вы не желаете этого делать. Пока еще. Как-то раз Господь говорил со мной о необходимости некоторых изменений в служении. Я чувствовал, что я и так был очень занят. И просто, когда вы не хотите слышать чего-то от Господа, вы можете играть с этим в игры я делал это на протяжении месяцев. И были другие сферы, о которых я спрашивал Господа, связанные с обеспечением и другими вещами, и это не работало. Понимаете, я был во тьме. Я задавался вопросом, почему это не работает, почему это не работает. И я помню, как я сидел как-то дома в кресле, никого больше дома не было, и во мне снова поднялись эти мысли о том, чтобы сделать эти изменения в служении. Это требовало от меня еще большей занятости. И я сказал, Господь, прости меня, это ты, я знаю, что это ты говоришь. Да. Ты хочешь, чтобы я это сделал? Я сделаю это по твоей. И тут же он сказал, теперь я поговорю с тобой о тех вопросах. Та другая сфера, в которой я искал и не получал ответа, я не знал, что оно было связано одно с другим, но мое нежелание в этой сфере закрывало от меня свет и направление в той сфере. Он сказал, теперь я поговорю с тобой об этом. Произойдет это, произойдет это, это перестанет быть вопросами и проблемой. Ходить в том свете, который у нас есть, крайне важно для понимания в каждой сфере. Библия говорит, кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, что от Бога, а что нет. Ясность это то, о чем мы говорили раньше. Вы можете представить себе Иисуса в любой из дней его служения, чтобы он говорил ученикам, ребята, я просто не знаю, что делать. Я просто не знаю, куда идти проповедовать. И позвольте услышать ваше мнение. Кажется ли вам это учение правильным? Я просто не уверен. Для вас это звучит нелепо. Вы можете себе такое представить? Но вот в чем дело. Он действовал точно так же, как мы с вами. Библия говорит, он отложил свое могущество, силу и славу. Он не действовал во всеведении, во всезнающей силе Божьей. Он, будучи ребенком, должен был узнать Писание. Однако Библия описывает, как он действовал в знании. Библия говорит, что он знал их мысли. Он сказал своим ученикам, я должен идти сегодня туда проповедовать. Он знал это. Он знал, что его время пришло. Он знал, что все было исполнено. Он каждый день жил в этом знании. Это полнота света. Потому что, когда вы находитесь в раздумьях и борении, я просто не знаю, интересно, а что. Вы думаете, это нормально? Это тьма. Это тьма, потому что вы не можете этого видеть. Да. Вы не видите каких-то вещей или вы не видите их ясно. И люди будут думать, как ты уже раньше говорил, ну, брат Кейт, это Иисус, но он... Да, но он делал это как человек. И он сказал, если вы верите в меня, дела, которые творю я, и вы сотворите. И если вы верите в него, вы должны ходить так же, как ходил он. Он ходил в полноте света, всегда зная, всегда имею уверенность, гарантию. В своей жизни я не ходил в полноте этого света, но были времена, когда я ходил в нем больше. Да, я тоже. И были времена, когда я просыпался утром, и я просто знал, что делать. Я ни у кого ничего не спрашивал, мне не нужно было. Я знал, куда идти, я знал на это ответ, я знал это. И чем больше я близко хожу с это не значит, что мы являемся всеведущими. Это просто означает, что это знание, этот свет течет в нас, и мы знаем все, что нам нужно знать. Это служение и руководство Духа Святого. и это доступно. Он сказал, что Дух Святой наставит вас на всякую истину. Он будет вести вас, Он все вам напомнит. Он покажет вам то, что грядет. Это жизнь в сверхъестественном знании. Слава Богу. Когда вы просвещены день и ночь, и нам доступно намного больше, чем то, в чем мы ходили. Я могу видеть три вещи в жизни Иисуса. Почему Он ходил таким образом, которые мы должны перенять, если мы собираемся ходить таким образом. Первое, Он прекрасно знал записанное Слово Божье. Да. И Он всегда ходил в «Если вы ходите в свете Слова Божьего, вы будете ходить во свете». Второе, Он много молился. И Он общался с Отцом. И Он ходил во свете, что подводит к третьему. Он говорил все, что слышал, как говорил Отец. Он делал все, что видел, как Его Отец делал и делал через Него. Он всегда делал то, что угождало Отцу. Он всегда делал то, что Отец говорил Ему делать. И благодаря этому в Нем не было тьмы, смущения и незнания. Он не ходил во все ведения, но Он знал все то, что Ему нужно было в тот момент знать. И ты буквально минуту назад упомянул 16 главу Иоанна. Он сказал, «Когда придет Дух Истины, Он прославит меня». «От моего возьмет и возвестит вам». Возвестит вам. И затем Он сказал, «Все, что имеет Отец, есть Мое». «Потому Я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Кит, это потрясающе. Все, что имеет Отец, Он говорит обо всем, что Отец имеет для меня. Он возвестит, покажет мне это. Все, что мне когда-либо нужно будет знать день за днем, день за днем, Он будет это делать, но не без вашего посвящения делать то, что Он вам показывает. Это так просто, но люди оступаются здесь направо и налево. мы все оступались в этих сферах. Но именно поэтому так многие смущены, пребывают в неведении, сбиты с толку, ищут, но это является большой ошибкой, когда люди говорят, «Ну да, но я делаю все, что я знаю, я просто не знаю, почему оно все так». Это ложь. Это то, что говорит Писание в первом послании Иоанна. Если вы говорите, что вы общаетесь с Ним, но ходите во тьме, Он сказал, что вы лжете. Вы лжете, потому что вы не поступаете по истине. Вы не делаете все, что знаете, потому что в таком случае все бы прояснилось. Вы бы просто знали следующий шаг, и вы бы сделали его, и это бы вывело вас. Там не будет много всего. Нет. И это будет что-то, что вы уже знаете. Именно. Поскольку иначе вы не ответственны голос верующего. Господь сказал мне много лет назад стоять на 6-й главе к Галатам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Буквально минуту назад ко мне пришло слово от Господа о ваших сегодняшних пожертвованиях, чтобы вы сеяли их на основании филиппийцам 2-13. Послушайте это. потому что Бог производит в вас. Две вещи. Первое. Хотенье. Вы раньше не хотели этого делать. Из-за этого у вас возникли проблемы. Именно поэтому вы этого не сделали. Это не казалось чем-то правильным. Вы не хотели это делать. Вы боролись с этим. Не хотели это делать, пока они оттолкнули это в сторону. Хотенье. Да. Я хочу быть хотящим. И действие по своему благоволению. Он покажет вам, как это сделать, но действие идет после хотения. Поэтому я сам делаю это сегодня. Я сею и верю Богу, и мое семя пожинает урожай познания его воли. Первая глава колоссянам. О, слава Богу. Слава Богу. Хотение. Я хочу быть хотящим. В том, как это делать. Спасибо, Господь. Слава Богу. В моем сердце и в моем разуме это уже совершилось. Я сею семя в отношении этого, и я пожну урожай. Послание к филиппийцам 2.13. Слава Богу. дальше. Все делайте без ропота. Хорошо. Вот о чем я верю, что я перестану ворчать по этому поводу, и пойду и покашу траву в дворе. Отец, мы прославляем тебя, и мы благодарим тебя за это. Будь благословен. Мы молимся сегодня за эти пожертвования, и за людей, когда они сеют, и за высвобождение умножения и его помазания по всему миру, везде, где люди сейчас меня слышат. И мы воздаем тебе хвалу, честь и славу за это. Спасибо, Господь. Мы хотим быть хотящими, и мы хотим делать. И мы благодарим тебя за освобождение и свободу. Да. Мы знаем истину, и истина сделала нас свободными. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, Господь. Если вы хотите заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Пусть Бог вас благословит. Спасибо тебе, Кейт, что ты приехал к нам. Какие это были две недели. До следующей встречи. Вы знаете, что делать. Будьте частью хорошей церкви. Несите пробуждение. Аминь. До следующей встречи. А пока помните, что Иисус Господь.